Приветствую вас. Ревность, такая история, которая случается с людьми вне зависимости от того, с кем человек имеет дело, с кем человек, допустим, встречается, с кем человек, допустим, общается и так далее. Ревность имеет основы, под собой основу внутри человека, т.е. это его, его проблема, скорее. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что это может пройти, может пройти только при условии, если сам человек будет что-то делать. Да? Т.е. если он будет, ну, с собой работать. Если он с собой работать не будет, то, соответственно, это и не пройдет. Никак. Потому что, в общем и целом, проблема это сугубо его. Это проблема сугубо человека. Вот. Я не знаю, нужно ли рассказывать вам о том, каковы причины ревности вообще. Вот. Я не знаю, нужно ли вам об этом рассказывать. Ревность происсекает из неуверенности в себе, ревность происсекает из того момента, человека, пытается что-то доказать кому-то. Вот. Ну, в частности, своему своему окружению. Вот. И иметь под собой, как правило, очень серьезные и сильные противоречия. Вот. То есть, это нужно понимать. В этом желательно отдавать себе отсчет. Вот. И понимать, что человек не изменится до тех пор, пока не захочет сам, сам не захочет меняться, сам не захочет измениться. Да? Это очень важно. Очень важно этот момент понять. Вот. Значит, что вы можете сделать? Опять же, цель какая, да? Помочь человеку нельзя, потому что это его проблема и причины в нем. Помочь человеку нельзя. Значит, вы можете показать ему, что с вами так нельзя. Вот. Для этого необходимо четко-четко установить личные границы. Вовремя говорить «нет». Вовремя говорить «нет». отказываться от всего. Что касается ваших действий, да? Ты захотел оставаться одна одна. Остались. Вообщем. не давать взлетать в свой телефон и так далее. И поработать со страхом перед ним, возможно, с уверенностью в себе. Потому что, к сожалению, тот факт, что вы с этим человеком продолжаете встречаться до сих пор, позволяет предположить, что вы склонны к созависимости и склонны к садомизогистическим отношениям. Я опять же в этом не уверен сейчас, но лучше проверить. Вот, почитайте про садомизогистические отношения сами. Я полагаю, что как минимум вам это будет полезно. Может быть, вы узнаете в этих отношениях себя, может быть, не узнаете. Вот. Но если продолжить всё вот в таком духе, как сейчас, то молодой человек действительно будет всё больше и больше пытаться вас контролировать. Это правда. Это факт. Абсолютно доказанный. Вот. Примерно такая история. Примерно такой момент. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Вы не сформировали свой вопрос. Значит, по поводу того, что делать, чтобы что, да, то есть, чтобы что делать. Значит, если вы сформируете этот вопрос, то вам можно будет легко достаточно помочь. То есть, по крайней мере, будет чётко видна стратегия помощи вам. Вот. Такая история. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. ПОДПОЛЕФОНСМЕНТ